23 сентября состоялось заседание коллегии при главе городского поселения город Амурск. В повестке заседания стоял один вопрос об итогах выполнения ведомственной целевой программы развития туризма в городском поселении города Амурск Амурского муниципального района Хабаровского края на 2011 и 2013 годы, утвержденной постановлением администрации города от 17 декабря 2009 года за номером 166 за 2012 год. Докладчиком по данному вопросу выступила начальник отдела культуры администрации города Александра Александровна Меньшикова. В результате выполнения программных мероприятий количество туристских прибытий в город Амурск составило в сравнении в 2011 году 1086 человек, за 12 год 21 930 человек. По данным отдела культуры в 2011 году в местный бюджет от Амурского краеведческого музея и ботанического сада поступило 104 тысячи рублей. Это чисто вот по туризму. За 12 год уже 475 тысяч 270 рублей. Городу еще очень сложно удержать туриста более чем на один день, потому что туристические резервы используются не полностью. И негативное воздействие на развитие въездного туризма в городе Амурске оказывают следующие факторы. Низкая конкурентоспособность. Программа поддержки турфирм направлена на въездной туризм. Слабый уровень благоустройства города. Материально-техническое состояние существующих территорий и объектов показа. Отсутствие инициативы хозяйствующих субъектов по созданию новых и расширению спектра туристических ресурсов. А также организационную, социальную, экономическую неподготовленность горожан, приемы большого потока туристов. Потому что большинство горожан не рассматривают туриста как источник экономических поступлений. Отсутствие условий, стимулирующих въездной туризм. Нет программ по приоритетным направлениям. И главная причина этих негативных явлений заключается в разобщенности усилий и отсутствии комплексного целевого подхода к развитию туризма. Ключевыми объектами туристического интереса в городе Амурске в 2012 году являлись Ботанический сад, Амурский дендрарий, Амурский городской краеведческий музей, Иппы Козырево городские теплицы, детский эколого-биологический центр «Натуралист» и офис государственного заповедника «Болонский». А также обзорные экскурсии по городу Амурску «Город на ладони». Отдел культуры города принял активное участие в подготовке и проведении мероприятий, способствующих развитию туризма. В районной научно-практической конференции «Живая энциклопедия озера Болонь» август 2012, в районном семинаре использования рекреационного потенциала в районе озера Болонь и прилегающих к нему территорий с целью развития въездного и внутреннего туризма в Амурском муниципальном районе с сентября 2012 года. Коллегия также заслушала по данному вопросу Марченко Ольгу Сергеевну, директора Амурского городского краеведческого музея и Адамчик Сергея Федоровича, директора ботанического сада. Активно вносит свой вклад в развитие туризма Амурский городской музей. Специалисты музея принимают участие в районных и городских конференциях, организовывают для туроператоров Хабаровского края театрализованные экскурсии по музею, а также автобусные и пешеходные экскурсии по городу. С 2012 года на территории Амурска начал активно развиваться Амурский дендрарий, директором которого является Геннадий Кузьминых. В отчетном периоде на территории дендрария были проведены работы по строительству искусственного водоема с использованием декоративного камня, проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к водоему и многое другое. Для ботанического сада по иным субсидиям для ремонта было выделено 230 700 рублей. Анализ проделанной работы по выполнению ведомственной целевой программы развития туризма в городском поселении города Амурского муниципального района Хабаровского края на 2011-2013 годы за 2012 год показал, что администрации и отделу культуры города удалось решить поставленные задачи отрасли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова